У нас лекция называется «Результат за бастовостью». Чтобы рассказать про результат, я сначала хочу вас спросить, а вы знаете, что такое результат? У нас в лекции по философии было. Вот скажите, пожалуйста, что такое результат? Это уже личное что-то, к чему привело все. К чему привело? В беде. К чему привело? Ну, результат как-то вот это не очень. Вот, наверное, красивее должны сказать. Развернутое начало. Вот, учитесь, видите, как люди. То есть это относительные понятия, потому что нельзя определить верх без низа. Если верх – это не низ, а низ – это не верх. Результат может быть только у какого-то процесса, у которого есть начало. Если не было начало, то и нет результата. Поэтому результат – есть развернутое начало. А начало? Что такое? А начало тогда что такое? Громче. Громче. Ну, как-то истину отставить надо громким голосом. А то некоторые люди выходят, и истины никакой нет, и начинают громко доказывать. Показывают. Меня учили. Ба-бо-бу-бе-би-бы. Запишите, пожалуйста. Убедите, на что было. Значит, начало есть не развитый результат. А результат есть развернутое начало. Это соотносительные понятия. Запомните. Это хорошо. У вас дети будут, внуки будете им с умным видом это все рассказывать. Они будут восхищаться. Надо думать о будущем. Вот. Ну, а что было начало? Начало с чего начинается? Конфликт. Социально-трудовой. Начинается он с... Чего? Заодно проверяем подготовку к зачету. С чего? Начинается конфликт. Не подсказывайте, товарищ. Так все какие-то существовали. Скромные сразу. Скромные, смирные. Дескать. Ну, что вы спрашиваете? Мы никого не трогали. Сидели, пришли на лекцию. А тут спрашивают. Значит. Напоминаю. То, что я говорил и не раз. Что конфликт. Тогда давайте еще немножко копнем. Конфликт это что? Крайняя стадия обострения противоречия. Стадия какая-то. Не противоречия обострившиеся, а стадия. Это новое слово вы какое-то внесли. Старое слово было такое, что это обострившиеся противоречия борющихся сторон. Причем обострившиеся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Поэтому, когда мы рассматриваем с вами коллективные трудовые споры, споры, переговоры. Это же споры. Я свое, вы свое, доказываем, объясняем, убеждаем. И потом мы говорим, ну все. Составляем протоколы разногласий. Это уже что? Это уже окончание чего? Спора. Нет уже никакого коллективного трудового спора. Это только в кодексе написано, как дальше развивается коллективный трудовый спор. Спор там при этом тоже может быть, но он уже и тут не главный. А что произошло после того, как подписали протоколы разногласий? Это констатация того, что убедить невозможно словами. А раз словами невозможно убедить, значит чем? Ну чем можно убедить, если не получается, словами? Силы. Правильно. Что у нас сейчас есть тяжелые? Телефоны. Вот эти вот андроиды, они очень сильные для убедений. Такую штуку, если дать по голове, очень сильно будет убедить. Убедительный. Вот тогда работники что делают? Собираются, мы обсуждали, как они собираются, на что собираются, конференции или собрания, и выдвигают что? Требования выдвигают. Требования. Вот когда требования выдвинутся, и все, какой тут уже спор. Это требования. То есть, причем, что это требование тоже, это начало уже. Вот оно, начало забастовки. Уже не коллективного трудового спора. Спора тут уже нету. Есть требования, если требования не будут выполнены, а они не будут выполнены. Почему? А потому что вот только что подписал работодатель, что он не будет выполнять. В чем смысл-то это, протоколы разногласий? Один говорит, что не будут выполнять, а другой говорит, что мы хотим. Мы хотим вот эту, а теперь говорит, не будет. Это после всего три месяца могли идти переговоры. И уже освободили людей, там, четыре человека. Они все время приходили, на работу не ходили. Они ходили по бригадам, они обсуждали это все, заказывали, тут доказывали. Все. Конец. Все, что мы скажем, где-то когда-то заканчивается. И вот выдвинутое требование. Требование вынесли на конференции. Эти требования передаются администрации, работодателю. И что остается работодателю? Остается ему три варианта. Удовлетворить? Тогда конфликт не происходит. Почему? Ну, как бы убедили людей. Это с чем они убедили? Словами или чем-то другим? Вообще-то требование выдвигать тогда, когда собираются сделать забастовку. Правильно? Если требование, если не собираются делать забастовку, то требование выдвигать смешно. Потому что и так все это сообщали, говорили, уже есть протокол разногласий. Поэтому это начало забастовки. Начало забастовки, выдвижения требований. Это ничего нет в трудовом кодусе. Это не вычитаешь. Потому что там это все забуалировано, чтобы вообще у нас не было никаких, собственно говоря, конфликтов. Вот если следовать трудовому кодусу, это надо всю конфликтологию разогнать. Нет никаких конфликтов, есть только разговоры. Ходят люди, спорят между собой, разговаривают. А тут конфликт. То есть началом забастовки является выдвижение требований. А что является результатом забастовки? Два варианта. Это зависит от того, какая забастовка. Мы с вами рассматриваем не любую забастовку, а так сорганизованную забастовку, чтобы она была какой? Беспроигрышной. Правильно? Мы этот беспроигрышный закладывали с самого начала. Почему? Потому что мы кроме требований выбрали такую форму забастовки, при которой нет остановки полной. А остановка всего на два дня. И из числа тех требований, которые не удовлетворены, одно с гарантией будет удовлетворено уже. Это что означает? Ну как у вас забастовка, дескать, успешная пошла? Частично успешно. А в чем успешно? А перешли к шестичасовому рабочему дню. А перейти к шестичасовому рабочему дню можно с гарантией, потому что кто определяет, сколько времени работать во время забастовки? Кто? Это работодатель определяет или работник? Вот когда нет забастовки, сколько работать определяет закон и работодатель. А закон – это тоже другое выражение позиции работодателя. Правильно? Потому что что такое закон? Что такое право? Право – это введенный в закон воля господствующего класса. Правильно? А вот во время забастовки, которая как бы теперь законом освещена, в Конституции 37-й статья записана, во время забастовки сколько работать определяет? Ну, изначально конференция, но эта конференция, определив и избрав забастовочный комитет, потом его выполномочивает на то, чтобы он дальше решал вопрос о организации забастовки. И мы даже успели с вами во время чтения лекций, или прослушивания этих лекций, рассмотреть уже варианты изменения регламента забастовки. Сначала люди работали три смены без обеда по шесть часов, а потом решили, что это дело долгое, надо хорошо и перекусить, раз тут это не сразу решается. Неизвестно, сколько мы так будем работать, может, всегда. Поэтому мы перешли с вами в режим такой, что через четыре часа в каждой смене работы делается получасовой обеденный перерыв, после этого два часа с удовольствием люди поработали, и на этом конец. Всё остальное, пребывание на заводе, сводится к тому, чтобы участвовать в работе дружины, изучать капитал Маркса, изучать курс социально-трудовой конфликты и технологии их урегулирования, общаться с конфликтологами, которые помогают добиться успеха и прочее, прочее, прочее. Всё остальное. То есть это относится к чему? К какому времени? Рабочему или свободному? Чтобы ответить на этот вопрос, я вот сегодня вас избрал в качестве этого объекта для решения таких вопросов. А что такое свободное время? Это было по курсу философии. Вы уже за это хорошую оценку получили. Я не забыл. Свободное время – это что? Внерабочее, которое касается. Внерабочее – это внерабочее. Вот я спросил, что такое бриллианта? Ведь это камень. Ну, я согласен, что бриллиант – это камень. Но не всякий камень – бриллиант. Внерабочее время. А вы чего не спите? Сон входит в свободное время? Это не отправление в физиологических надувностей. Умываемся, одеваемся, моемся, стираем. Чистим картошку – это тоже свободное у вас время? Нет. Пол подметаем в свободное время? Нет. Сейчас будет дрянь, если смотрим по телевизору. Если хорошее – это свободное время, а если дрянь – это же деградация личности. Как же свободное время? Значит, было определение у нас в курсе философии. Повторяю. Потому что повторение – мать учения. Значит, вообще философия, она пригодится и для других вопросов. Даже для конфликтологии. И был такой разговор, что конфликтология – это прикладная философия. Знания философии прилагаются для разрешения таких вопросов, которые связаны с конфликтами. Свободное время – это время для свободного развития. Понятно, да? У вас сейчас свободное время? Как нет? Вы что, не развиваетесь сейчас? А я зачем лекции читаю? Я думал, я для развития вашего читаю лекции. Это оскорбительно слышать. А разве ваше вообще пребывание в университете – это не свободное время? Вот у вас свободное время, когда вы учитесь. А когда вы гуляете по коридору – это не свободное время. Вы можете пойти в буфет, туда-сюда. Тем более, нам ничего не оставили. А окна нету никакого. Рекреации нету. Можете пойти или в декан, тот, где декан, или директор, или туда, студенческий декан. К окну не подойти на улицу, то во время занятий можно посмотреть. А во время перерыва – это как в какой-то тюрьме. Ничего нету не поведено. Но можно выйти на лестницу, и там видно. Свободное время – это время для свободного времени. Когда человек читает, занимается, даже когда он сдает экзамены, потому что это высшая форма вообще реализации времени. Когда вы будете сдавать мне зачет. Вот сейчас я говорю, а вы слушаете. А то есть что вы делаете? И производите знания, или потребляете? Что вы сейчас делаете? Потребляете. А если много знаний, потребите. Кто вы будете? Ну, как бы пожиратель знаний. Большой потребитель. Это что, развитие, если я становлюсь большим потребителем? Есть люди спортсмены, а есть люди едят спортивное питание. И вот эти бодибидлы. Потом показывал. Видели? Это не чемпионы мира. Они никого не догонят, никого не побороли, никого не побили, никаких рекордов не поставили. Но посмотрите, у них там. Вот оно что такое – потребитель. А когда вы придете на зачет в следующий раз, вот вы должны видеть, как будет хорошо. Это сейчас вот я к вам, вот такие всякие вопросы. А то вы будете выступать, вы будете как ректор. Ну, короткое такое выступление. Вы напишите всего одну страничку, из которой я сразу, как человек квалифицированный, более-менее определил. Знаете, вы не знаете. Но вы сами это выберете, какую страничку, на какой вопрос вы отвечаете и напишите. Это же творчество, правильно? Вот вы напишите «хорошо». А я вот сегодня к вам придираюсь, как к потребителю. А если вы так красиво напишите, что я должен делать? Вот если вы лучше сделаете мне хорошо или плохо, как преподаватель? Ну, если у меня студенты хорошо занимаются, это же хорошо. А если у меня они плохо занимаются, скажут, ну что же, Михаил Асейшович, что это такое у вас? Студенты плохо занимаются. Кто виноват? Ну, кто? Студенты, что ли, виноваты? Студентов нельзя вообще обвинять ни в чем. Только преподавателя обвинять можно. То есть, когда вы сдаёте, вы производите. Вот с этой точки зрения, мы уже в случае, как бы, если требования не будут удовлетворены, а мы так и запланировали, у нас забастовка срочная или бессрочная у нас? Она на 10 дней, на 15 или бессрочная? Она бессрочная. Да нам по 6 часов-то и неплохо работать. И вот мы в высоте в большинстве время первым делом направляем на то, чтобы, по крайней мере, добиться, чтобы у повременщиков было столько же, сколько узельщиков. А у узельщиков зарплата снова вырастет до того уровня, который она была. Это понятно, потому что это мы уже знаем из истории. То, что если сокращается рабочее время, возрастает производительность труда, и люди, если они рассчитывали сначала на 12 часов работы своей силы, понятно, они выбирают темп такой, чтобы через 10 часов не свалиться. Если они рассчитывают на 8 часов работы, то они тоже выбирают темп часов на 8. Если они на 6 часов, они, значит, вот смотрите, они там до 4 часа проработать, можно же быстро до обеда. 4 часа работаешь и обед. Красота. Потом 2 часа работаешь и да, и всё. На этом рабочий день закончился. Красота. Так понятное дело, что у них вырастет зарплата. Получается несправедливость, надо уже душить с работодателем ваших. Продолжается во время забастовки переговора, согласительно, комиссия работает. Вы должны легко объяснить работодателю, что лучше не гневить людей, а сделать так, чтобы зарплата у повременщиков подтянулась к зарплате сдержеков. Издельщикам хорошо, они теперь за такую зарплату получают, как раньше, за 8 часов. А повременщики тоже будут получать, благодаря этому. Зарплату такую, как раньше, за 6 часов. Но это надо ещё этого добиться. Но у вас много там средств. Мы же с вами говорили о том, что во время забастовки кто решает всю организацию производства? Кто это делает? Это всё решает забастовочная комедия. Можно сказать так, вот этот участок со следующей недели, он будет работать 2 часа. А это тот участок, из-за которого всё может там дальше. Все остальные должны получать зарплату, они не бастуют в это время, они свои 6 часов работают, как обычно, а дело не получается. Потом следующее звено, потом следующий узел. Много таких узлов. У нас же общественный характер производства, всё взаимосвязано на предприятии. Совсем не обязательно, чтобы все останавливали свою работу. Достаточно одному останавливать. Вот я сейчас один уйду, и лекции нет. И всё. Вон сколько на розы сидит. А если бы было 300 человек. Да хоть 400, если я не пришёл на лекцию, её и нету. И всё. Так что, вот это надо иметь в виду, что сила колоссальная. И чего добились уже рабочие? Рабочие добились того, что они управляют, по сути дела, режимом труда и отдыха на предприятиях. Вот что, так сказать, они решат, вот этот забастовочный комитет, то и будет. Но надо уведомить за три дня, чтобы было всё по закону. Хоть час будут работать. Могут один день решить, что вот в день Парижской коммуны можно, допустим, и вообще не работать. И день 7 ноября. Это дело забастовочного комитета. Это не касается уже строго по закону, по Тривовому кодексу. Это не дело администрации. Короче говоря, это всё дело работников. И работники перешли в другой режим. Они думают не о том, только как мне своё отработать, а как организовать производство, чтобы добиться улучшения жизни работников. Как так его обставить, чтобы принудить работодателя, принудить, почему? Потому что речь идёт о конфликте. Принудить к тому, чтобы он согласился на повышение зарплаты. Вторая там. Что там у вас ещё требуется? Ну вот так постепенно вы решаете и другие вопросы, какие у вас стоят. А если не решаете, то уже, это же ради маленькое решение, переход в шестичасовом рабочем дню. Такие вопросы решаются раз в 100 лет. Повторяю, когда у нас, когда у нас, какой был рабочий день? Впервые законодательно рабочий день был установлен в России в 1897 году. До этого был он фактически 14-16 часов в день. И стал он на 11,5. Большой прогресс? Разница есть? 11,5 или 14, или 16 часов. Но у нас есть тут люди, которые любят и больше работать. Не будем никого на кого показывать пальцем. Такой царю не снилось. Царь бы не придумал, чтобы 24-часовая смена была. Не было ни одного такого царя. Но нашлись люди. И в наше время запросто люди есть, которые по 24 часа работают, а потом спокойно отдыхают. Как будто бы после этого можно здорово отдохнуть, без вреда для здоровья. Да? Да, нет. Вот. Следующий шаг. Это рабочие. Петрограда. После февральской революции, когда все ходили с красными бантами, взяли, да и стали работать 8 часов. Явочным порядком. Ничего они там, ни у кого ничего не требовали. А что требовать? Революция же. Свобода. Ну раз свобода, вот мы эту свободу использовали. 8 часов. И вот с того времени, у нас в советское время, в 27-м году, во-первых, декретом советской власти этот переход к 8-часовому рабочему веню был закреплен. То есть он введен в закон только. А по факту было это раньше сделано самими рабочими. Всегда пока все сокращение рабочего времени делалось только самими работниками. Никогда не делалось работодателем. Никогда. И вот в 27-м году сделали здесь 7-часовой рабочий день. А потом начались такие тяжелые времена, как подготовка к войне. Хотя некоторые доказывали, что у нас не знали, что будет война. Не знали, а перешли с 7-часового на 8-часовой рабочий день в связи с подготовкой к войне. Все это прекрасно все знали и во всю страну готовилась. И именно потому, что готовились у нас к моменту войны были самые лучшие танки, пушки и самолеты. Но они входили в серию. А как говорят все конструкторы военные, во время войны на новую технику военную поставить на поток практически невозможно. Вот если у вас уже она идет на поток, то вы во время войны можете их увеличивать, увеличивать, увеличивать производство. И у нас производство бурно развивалось. с 42-го по 44-й год. Производительность труда выросла вдвое. Цены на военную технику сократились вдвое. Затраты на военное производство, на военную технику в государственном бюджете сократились. Сказка по сравнению с нынешними временами, когда все цены повышают, повышают, повышают и рассказывают, что они сами растут. Как будто это грибы или цветы. Ну и вот следующий шаг у нас с вами накануне, почему мы об этом говорим. Если об этом заговорили в учебных аудиториях в университетах, значит, из-за нас уже дошло. Это как некоторые насущные такое требования, о котором уже говорят многие рабочие, но пока больше говорят. И некоторые еще думают, что это, так сказать, как-то можно путем убеждения получить. Хотя мы с вами, как конфликтологи, знаем, что если вы хотите у меня просто забрать вот все деньги, которые я отложил, уже заранее наметил, что я куплю один остров, а вот она хочет у меня отобрать этот остров. Это я не пойду, я на это ни за что. Поэтому тут без конфликта это никак не пройдет. Конфликт очень простой, строго по закону, все, мы с вами рассчитали, разобрали, как получить, и у вас получилось два часа свободного времени дополнительно. не только в нерабочего, она сначала, конечно, в нерабочего, а вы уж можете его к чем загрузить, если вы какой-нибудь ерундой загрузите, будет не свободное. А если вы его посвятите своему развитию, представляете, каждый день два часа вы развиваетесь дополнительно, по сравнению, допустим, со мной. И вы сразу нас всех перегоните и догоните само собой. Так, то есть это забастовка безпроигрышной. Ну, а если будут удовлетворять требования, то, значит, соответственно, вырастет заработная плата, кое-что потеряете вы при этом, если выиграете в забастовке, а именно, все управление производством режимом труда и отдыха перейдет в руки работодателя, но у вас останется шестичасовой рабочий день, поскольку он в требованиях стоял. Если требования удовлетворены, вот он и будет шестичасовой рабочий день. То есть есть некое постоянное шестичасовой рабочий день, которое и так будет, и так будет. Как хотите, нам все равно. Вот когда вам все равно, тогда это можно за это бороться. Тогда это убедительно. И вот вы обратите внимание, сколько мы лекций даже посвятили вопросу по забастовочному процессе, этому конфликту большому социально-трудовому, сколько мы посвятили лекции только одних. И это из-за каких-то требований, которые мы даже толком раз, два, три набрали и все. А в то же время наши товарищи здесь выступали с хорошими докладами, рассказывали, как много можно решить с помощью коллективного договора. Правильно? Спрашиваются, а не легче было ли прежде чем втягиваться в такой крупный конфликт, который у нас получился, не легче, не лучше было бы, прежде чем начинать конфликт, сначала составить проект коллективного договора. Тем более, у нас есть хорошие коллективные договора, берите их, выкидывайте то, что вашему предприятию, вашей организации не подходит, включайте то, что подходит и то, что нужно. Вот сначала это сделайте, а потом у вас требование будет очень простое, принять тот проект, который предложен работниками. И хотя, так сказать, для обмана трудящихся написано, что приходите в трудовом кодексе, приходите, создайте комиссию совместную из работников-работодателей и приходите составлять коллективный договор. Но вы-то придете ни с чем, а у работодателя есть главный экономист, юрист, у него есть все специалисты, они напишут коллективный договор и вы останетесь с носом. Поэтому приходить надо на переговоры не тогда, когда начинаются переговоры, а тогда, когда у вас в руках будет готовый проект. Раз. Во-вторых, этот проект, мы с вами на эту тему уже говорили, я еще раз повторяю, этот проект должен быть обсужден в трудовых коллективах. Из-за него должно быть проголосовано, то есть его должны одобрить в большинстве подразделений. И это должно быть запротоколировано соответствующими решениями. Вот, вот тогда только можно предлагать идти на переговоры. Вот тогда начинать надо переговоры коллективные, а не тогда, когда у вас за душой ничего нет, проекта нет. Если вы собираетесь работать с коллективом, а коллектив у вас 500 человек или 1000, или 1500, и все будут читать ваш проект коллективного договора, если вы его хорошие подготовили. Видели, какой он толстый? Вы его быстро прочитали? Не быстро. Но вы себе представляете, какая-нибудь кондитерская фабрика. И вот там все прямо чадят и читают этот ваш проект. Но это не серьезно. То есть вы должны быть в этом отношении очень порядочными и честными. Вы должны прийти с проектом коллективного договора подразделение, и там его после собрания оставить. Пусть проверят, что вы правильно говорите. А на страничку вы сделали выжимку из этого проекта. То самое основное, самое существенное, самое выгодное для работников в том проекте, который есть. То в этом проекте ради чего стоит бастовать? Вот ради того, чтобы вот такой толщины был проект. Ну, как-то дело не в толщине, ведь, да? Надо, чтобы он улучшил вашу жизнь. Правильно? Вот если он действительно улучшает и здорово вашу жизнь, если у вас повысится реальное содержание зарплаты на копейку, так стоит из-за этого запостовку, что ли, делать? Вот если у вас будет ежегодно хотя бы 5% сверх инфляции, это будет повышение реального содержания зарплаты. Правильно? Это здорово. Даже если это инфляция будет 20%, ну, хорошо, а повышать надо на 25%, а если инфляция 30%, повышать надо на 35%, а если 40%, на 45%. Что тут такого за умного? Нет. Вы себе не представляете, поскольку не погружены в эту профсоюзную действительность, я хочу вам сказать, что придешь на какое-нибудь совещание учебу профсоюзных работников, они там говорят, у нас индексация. Какая у вас индексация? Нам повысили зарплату на 2%. Так индексация, это понятие индексации, это повышение на тот уровень, на который у вас убрали. У вас убрали за год 4%, у нас 4% темпы роста цен, повышение и цен. А он говорит, вам повысили на 2%. Какая индексация? Это просто повышение на уровень меньше, чем у вас отняли. повышение реального содержания зарплаты означает, что вам не только покрыли то, что у вас отобрали в течение года. Хотя покрыть-то покрыли, это только кажется, что покрыли. Вот то, что у вас в течение года забрали, никогда вы обратно не отберете. Правильно? Ну, можно, конечно, потребовать это, но это тяжело добиться уже. прошлогодний снег, попробуйте снег за него бороться. Зарплаты все были, все, за что вы будете доказывать? А вот если у вас повысилась заработная плата на 5%, вот 5, конечно, тоже мало, то есть, если вы на 5 повышаете, а 4% у нас, на 4% у нас инфляция за год будет повышена. Надо вообще требовать, может быть, 10, может, 8, но это ваше дело, сколько хотите, столько и требуйте. Кто должен требовать, кто определяет, вы хотите свою лучшую жизнь, улучшить. Мое дело, если я у вас работодатель, значит, увеличивать мой капитал. Чем у вас меньше зарплата, тем больше у меня капитал. Ну, конечно, есть такие варианты, когда я покупаю дорогостоящую технику, и она увеличивает производительность труда, производительность труда растет, допустим, на 10%, а я вам зарплату на 3% повышаю. Но у меня повышается тогда прибыль, остальной процент повышения идет на повышение прибыли. То есть выгодно всегда работодателю повышать производительность труда, и если зарплата растет медленнее, чем повышается производительность труда, то прибыль растет быстрее зарплаты. И не только выиграет работник, но и работодатель. Причем работодатель выиграет значительно больше. Но наши полуграмотные или безграмотные работодатели, которые любят, так сказать, за 2 доллара купить и за 4 доллара продать, или где-нибудь освоить государственные деньги, которые поступают по разным каналам, они меньше занимаются ростом производительности труда, и производительность труда практически у нас не растет. Но, как можно прочитать, если читаешь наши газеты правительственные и другие коммерческие, можно узнать теперь, каких достижений достигли наши органы статистики. Наши органы статистики теперь подчинены Министерству экономического развития. Это зачем сделано? Как вы думаете? Вот если вы у меня будете работать в органах статистики и зарплату получать от меня, вот если вы принесете мне плохие результаты статистические, ну уж, ну, наверное, вы сами додумаетесь, как надо там все оформить, чтобы не снижать вам зарплату. Так вот, наши дорогие органы статистики придумали, как решить эту проблему, с которой выступал Владимир Владимирович неоднократно, в указах даже написал, создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Было такое? Было. Везде там гремели, говорили, писали. Вот. Для меня это было удивительно, потому что на фоне уничтожения одного предприятия за другим, когда в Москве прямо перед лицом правительства Москвы и правительства страны уничтожается завод, который производит прекрасные автомобили, ЗИЛ, гордость нашего автомобилестроения. Причем он до самого последнего, так сказать, момента, пока он еще работал, все время спорили с пруссом, в том числе пожарные машины делали, поливные машины делали и так далее. Все, добили. Думаю, как же будет это 25 миллионов? Они что, в степи, вот так, отдельные рабочие места, представьте, ты заходишь в степь и стоит станок. Вы думаете, такого не бывает? Поезжайте в Сестрорецк, где с подачей Валентины Ивановны Матвиенко продан был этот Сестрорецкий оружейный бывший завод Петром созданный, он в наше время инструментальный, который делал лучшие инструменты с маркой СИЗ, Сестрорецкий инструментальный завод. Продан был американцу, американец немножко изобразил, что он что-то там делает, потом засыпал там кирпичом футбольное поле и ликвидировал производство, производства больше нет. И тогда сделали памятник на другом берегу, вот на одном берегу озера, озеро разлив большое, но там, так сказать, внутреннее озерко такое около администрации курортного района. Вот на одном берегу Сестрорецкий завод, а на другом памятник рабочему. И когда его построили, и такие ворота сделаны, кирпичные, и еще не повесили такие накладные украшения, из которых не было ясно. Вон этот рабочий приходит на завод, молодой, в кепке, хороший такой, хороший такой рабочий. Или уходит с завода. Но потом повесили все. И стало видно, что это последний рабочий, который уходит с Сестрорецкого завода. А рядом, в 10 метрах стоит токарный станок, у которого вы можете встать и ручки покрутить. Вот, наверно, высококвалифицированное рабочее место, какие создают. Так как проблему решили наши органы, кстати, как решили? Очень просто. Они выбросили ту методологию, которая раньше была, когда считали количество штук за единицу времени. Или трудоемкость. Трудоемкость – это что такое? Посмотрите, сколько труда заключено в одном продукте. Чем меньше трудоемкость, тем выше производительность труда. Это можете записать или запомнить. Самый точный показатель производительности труда, экономически обоснованный, и политико-экономически обоснованный – это трудоемкость. Или количество продуктов, выпущенных за единицу времени. Одним работникам. Нет. Сейчас по-другому. Количество денег в расчете на работника приходится. И оказалось, что у нас не 25 миллионов, а у нас вообще этих… Ой, простите, не 25 тысяч. 25 тысяч собирали сделать. У нас миллионы этих… 25 миллионов, да? Вот у нас миллионы уже и есть. А как это получается – миллионы? А очень просто. Брокеры, маклеры, банковские работники насчитают, сколько на них приходится, этих денег, бумажек. Сколько бумажек, которые туда-сюда бродят, приходится на одного работника, и оказывается, это высокопроизводительное место. Ух, решили люди проблему. Вот в связи с этим совсем, значит, все люди, которые собираются устраивать конфликты, а это те люди, которые разочаровались в переговорах, которые проводили переговоры и решили, что надо после составления протокола разногасия, надо организовать забастовку, должны подумать, стоит им бастовать за отдельные раз, два, три, четыре, пять требований, а не лучше ли составить проект коллективного договора и бастовать за заключение коллективного договора. Вот я думаю, что все вы согласитесь, особенно в свете тех докладов, которые были сделаны и которые мы здесь выслушали, и которые говорят о том, что коллективный договор и это не какое-то заявление – повысите мне зарплату, улучшите мне условия труда. Это не такие требования, это требования конкретные, там есть все значения, там есть все величины, то есть это конкретные параметры улучшения жизни, это то, как… А поскольку это коллективный договор, как выражение того, как будет улучшаться с точки зрения работников их жизнь по всем основным параметрам, которые так или иначе связаны с производством. А с производством может быть связано не только улучшение условий труда, сокращение рабочего времени, увеличение свободного – это здоровье, потому что от условий труда напрямую зависит здоровье. Если вы думаете, что вы потом… ничего, я выйду с завода и сразу съем 100 таблеток, если вы думаете так или тут у меня, так сказать, чем-то оглушит или ядовитым паром меня обдастся, зато я потом перебинтуюсь, когда выйду. Если вы так собираетесь решать проблемы здоровья, то вы никогда не решите. У нас люди там на химических производствах пережигают им горло, чего только не бывает. Некоторые растворяются там, где растворяются тряпки для изготовления денежных бумаг и так далее. Есть случаи, когда наматывают волосы и снимают скальп на предприятиях. У нас тысячи погибших на производстве, не говоря уже о тех, которые изувечены. И что-то я не видел, чтобы им давали по миллиону. Вы слышали, чтобы какому-нибудь шахтеру, который погиб на шахте, его завалило, чтобы ему дали миллион. Не слышали? Вот если я полечу в Египет или из Египта и упаду вместе с самолётом, мне дадут, то есть не мне, а родственникам дадут два миллиона. А если меня завалят на производстве или оторвёт мне голову где-нибудь, сколько дадут? Ну, сколько? Ну, двадцать пять, ну, пятьдесят тысяч и всё на этом. Не так я изображаю. Потому что это, дескать, все видят, а что там эти где-то на шахте, кто их видит? На шахте-то людей. То есть неравенство бывает не только при жизни, но и после смерти, оказывается, большое неравенство. Важно, кто и где, как умер. Поэтому, поэтому коллективный договор – это выражение того, в чём объективно заинтересованы работники. Причём во всех сферах своей жизни. Потому что возможности их воспитания детей зависят от того, сколько они работают, от того, какими они приходят с работой, от того, сколько они получаются. И какие они могут купить им игрушки – тоже от этого зависит. И какие коляски, которые стали, так сказать, очень дорогими. И из-за этого, в том числе и из-за этого мы наблюдаем, что у нас вместо имевшегося в советское время превышение рождаемости над смертностью, начиная с 90-х годов, строго идёт превышение смертности над рождаемостью. Если я, скажем, сыну своему в советское время покупал ботинки, когда он уже был великовозрастный, и размер у него был такой, как у меня, так вот ботинки для ребёнка, хотя бы того же самого размера, стоили в два раза дешевле, чем для взрослого. И это касалось всей одежды. А сейчас? Что вы пожалеете своему ребёнку? Такая жадная, что пожалеете ему за три дорога купить, когда детская одежда дороже, чем для взрослого. И так далее. Или игрушки какие-нибудь, которые там ничего нет особенно, там стоит чёрт-те сколько денег. То есть это всё, поскольку источником получения доходов, источником здоровья человека является его производство, где он находится. Всё это можно определить в коллективном договоре. И до сих пор есть в том же самом порту, наверное, заметили, что там есть льготные билеты в бассейн. И для самого работника, и для членов его семьи. Бассейн там, вот рядом остров есть, он там проехал немножко от порта, и пожалуйста, в бассейне занимайтесь. Лыжные базы, дома отдыха в Сочи или в других местах. В Сочи теперь только резиденции президента и правительства. А раньше в Сочи и везде на Чёрном море были соответствующие дачи работников. Их можно потребовать в коллективном договоре? Можно. Их же отнимали, продавали, реализовывали. И опять же деньги, то, что делал, собирал все эти дома отдыха и прочие, народ трудовой, это всё, так сказать, пошло в карман тем, кто стал владельцем заводов. А стали владельцами заводов каким образом? Успешные, потому что успели прибежать, где лежу пирога. Так, а вы вот, если у вас мало денег, вы неуспешные, а вы неудачник. А там есть удачники и успешные. Они и смотрят на трудящихся соответственно. Но трудящиеся смотрят на них тоже соответствующим образом. Как относится к новым русским? Это в таком высказывании выражено. Золотая цепь на дубе том. Вот хотели бы, чтобы вы были бы со золотой цепью, но были дуб дубом. Не знаю. Некоторые говорят, а я бы хотел. Может быть. Вот, а я бы не хотел. Потому что количество знаний, так сказать, и развитие мозгов мало зависит от количества денег. Никак это, почти не коррелируется. Не коррелируется. Все это вопрос коллективного договора. Вот, если у вас это есть в проекте, вы можете это поставить. И дальше чего-то вы добьетесь, чего-то нет. Сначала переговоры будут. А потом, если надо, то и забастовка. Когда забастовка делается за коллективный договор, требование очень простое. Принять проект, разработанный работниками. Все одно требование. Очень простое. Но за этим большая работа. Надо составить хороший проект коллективного договора. Вот каждый из вас присутствующий должен быть в состоянии составить такой проект. Если вы как конфликтолог не можете составить, ну что вы хотите от простого на трудового народа? Ну кто тогда может составить? Ну кто? Причем мы находимся в университете, откуда выходят президенты и премьеры. И главы администрации. Вот товарищ Иванов Сергей Борисович был на филфаке. Ну а остальные тоже. Там все, Генградская команда в Москве. Так что отсюда, если у вас в начале забастовки было требование принять коллективный договор, то в результате успешной забастовки будет принятие коллективного договора. Ну у кого нам этому учиться? Мы знаем две такие мощные организации профсоюзные, которые выигрывают всегда свои споры коллективно-трудовые, то есть выигрывают с забастовки, ведут забастовочную борьбу. Это авиадиспетчеры и докеры. Вот авиадиспетчеры. Им вообще все запрещено. То есть формальные забастовки они не могут проводить никакие. Ну вот возьмите сейчас как раз на канале Фонда Рабочей Академии на YouTube интервью. Вот это лучший в России на сегодняшний день профсоюз. Зарплата 200 тысяч рублей, работа 6 часов, теперь как вы поедете в отпуск, значит там 30-35 дней дополнительно отдыхать, это неплохо же. Так ехать на самолете бесплатно, раньше было в ту точку, как вы приедете, там можете по Европам ездить, а потом из этой точки вы летаете. Теперь они переделали свой коллективный договор, вы можете там по Европам ездить, а потом вы летите бесплатно из той точки, в которой окажетесь. Если вы окажетесь на острове в Исландии, можете из Исландии прилететь обратно. Бесплатно. Ну а если с вами кто-то из членов семьи, то половина суммы. Ну там и другие, для молодежи, для молодежи, которые приступают к работе, там надбавки колоссальные в зарплате. Чтобы они, ну на первое время, не получить результаты хорошие, а затраты-то есть и большие. И вот, поскольку я непосредственно знакомился с работой этого профсоюза, хочу сказать, что вот у них главным оружием было голодовки. Ну раз нельзя им доставать, они перед началом работы должны идти к врачу. Если врач вас допускает, вы идете на работу. Если врач не допускает, вы не идете. Вот они голодают, весь профсоюз голодает, идут на работу. Так. Девушка, я вас не допускаю, так. Вас тоже не допускаю. Вы? Вырветесь. Нет, молодой человек. Нет, 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 нет. И было такое время, когда 60% только осталось воздушного движения России. Остальное остановлено. Ну каждый рвался, никто же тут не бастовал, даже спасет. Какие забастовки? Все запрещено. Потом, когда они все-таки выиграли эту забастовку, голодовку, договорились с работодателем, что никого к суду не привлекают. Работодатель согласился, иначе разбастовка такая продолжается в виде голодовки. И тут вдруг в Новосибирске и в Омске 12 авиадиспетчеров судили и присудили им запрещение голодать. Представляете, вас вызвали в суд и запретили вам голодать. А вам хочется похудеть. А вам запретили. Вот как хотите. Запрещается вам голодать. Все. Вот «Народная правда», в которой я был тогда научным консультантом, а сейчас главным редактором, мы написали такую юмористическую статью о том, что вот, так сказать, с картинкой такой, что идут судебные приставы, с ложкой большой кормить авиадиспетчеров. А президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров Ковалев выступил с интервью и сказал, мы люди законопослушные. Вот этим 12 спрещено голодать. Они не будут голодать. Мы будем все остальные члены профсоюза голодать. А что касается их 12, они будут переедать. И я вас уверяю, результат будет тот же самый. Вы пробовали съесть три обеда? Вот это сейчас, дескать, у вас перерывчик, пойдете в буфетик. Нет, три обеда. Оплачивают. Можете провести эксперимент. Три обеда, но это вы просто съедите три обеда и все. А они должны идти же переработать куда? К врачу. Врач меряет то, все в пятое. Нет, говорит, я вас не могу допустить. А почему? А потому что все там у него разъехались, все эти параметры. Другой раз вот была такая ситуация. Я привел сборники, которые мы напечатали, в том числе и с их выступлениями. И встречает меня Ставач Ковалев, и мы с ним идем на работу к нему. Он говорит, а у нас сегодня Спартакеада. Я пришел обсудить вопросы, он мне рассказывает про Спартакеада. Мне это не интересно. Я так мимо ушей. Ну что, говорит Михаил Васильевич, это же Спартакеада. Ну и что? Ну как что? Весь в профсоюз бежит пять километров. Я говорю, и что? А потом идет к врачу. А, значит все понятно. Потом они идут к врачу. Я вас не могу допустить с такими параметрами. Опять, понимаешь. Тот, кто не хочет, тот добивается, находит средства. Тот, кто не хочет, тот объясняет, почему он этого не сделал. Или калининградские профсоюзники придумали. Будем проводить бесконечное профсоюзное собрание. Сели. Сегодня профсоюзное собрание. Домой не уходим. Бесконечное. Понимаете, что такое бесконечное? Пока не будет требований. А где вам лучше сидеть? Здесь не очень удобно. Никто не увидит. Где-то надо вот... Диспетчеры приходили прямо в зал, где пассажиры. И там вот они сидят. У них собрание. Открытое собрание. Может быть открытое собрание? У нас ничего такого от народа нет тайного. Тайного требуем. Улучшение условий труда и повышение заработной платы. У них было 15 тысяч. А сейчас 200. Ну, если вы не боролись, ну, у вас как была, такая стипендия, такая остается. Ну, студентов трудно организовать, конечно. Учеба не так сплачивает. Каждый сидит в одиночку. Старается лучше учиться. А там коллективно борются. И вот... Как это организовано собрание? Домой не уходят. То есть вот отсюда, из аэропорта, прямо из здания аэровокзала. Идут на работу. С работы опять в здание аэровокзала. И все идут. И там все вопросы решаются. Приходят жены. Приносят им всякие тормозки. Иду. Дети. Как папа дела? Когда домой придешь? Да ничего, скоро приду. Собрание закончится и приду. И так продолжается. Месяц. И днем, и ночью. Днем, и ночью. В здании Калининградского аэропорта. Вот надо было имя-то им дать. Имени этих авиадиспетчеров, я считаю. Хорошее было название аэропорта. Все. Достигли того, чего требовали. Вот очень в Ростове-на-Дону. Там попался им очень несговорчивый раздатель. Представитель его. И они тоже сделали вот такие действия. Тот подал в суд. Что, дескать, вы, вот они сидят. Ночью. А утром им приходится некоторым идти на работу. А раз им на работу, то это подрывает безопасность воздушного движения. И суд постановил запретить авиадиспетчерам проводить просоединенные собрания с 23 часов до 7 часов утра. Что в итоге получили мы? В итоге в 7 часов утра все как огурщики, авиадиспетчеры, весь коллектив, все группы, так сказать, работников, которые обеспечивают управление воздушным движением, все сидят в здании аэропорта, открывают профсоюзное собрание. И до 23 часов. Ну и опять же журналисты все приходят, и жены, и дети, так сказать, все, кому интересно, все общаются. Ну и добились тоже своего. Ночью все равно к ним никто не приходил. Ночью они отдыхали. И так далее. То есть разные бывают формы. И люди бывают разные. Одни объясняют, почему они этого не сделали, не добились. А другие добиваются. Это разные категории лиц. Надо сказать, что вот, когда я был студентом, у нас выступал профессор Салгальдер. И у меня, так сказать, память запала его выступление. Говорит, вот все люди делаются на две категории. Одни делают, а другие объясняют, почему это не сделали. Вот из первых выходят ученые, изобретатели, какие-то крупные руководители. Из вторых – администрации кинотеатров. Максимум. И поэтому вот эта школа, это же участие в конфликте. Но конфликт какой? Если этот конфликт должен быть благородный, за светлое, за хорошее, а конфликт не должен быть по принципу «мы подрались». Нет никакой тут ни цели, ни самоцели подраться. Здесь задача состоит в том, чтобы научиться управлять своей судьбой. Правильно? Что такое коллективный договор? Это управление, составление коллективного договора и борьба за его осуществление – это управление улучшением своей жизни. Если люди хотят лучше жить, этого можно добиться. Ну, отдельные представители интеллигенции, к которым и я нахожусь, поскольку у них такой индивидуальный характер работы, все зависит от того, сколько ты лично там выступил или напечатал, или сделал. А что касается основной массы работников, конечно, это можно делать только коллективно. Улучшение жизни можно добиться только коллективным образом, коллективной борьбой. Поэтому люди, которые этим занимаются, они вырастают. И они, вот в случае, как тот, который мы рассматривали, в случае неуспеха забастовки, когда они остаются теперь с шестичасовым рабочим днём, а остальные пока требования не выполнены, они зато получают право устанавливать режим труда и отдыха любой, в любой момент, с одним только ограничением. Ваш забастовочный комитет должен быть за три дня уведомить администрацию о том, как мы будем работать. Вот если администрация что-то планирует, и что-то сделает, или что-то наметила, или кому-то обещала, то забастовочный комитет быстро даст понять администрации, кто здесь хозяин. Они наметили вот такого-то числа передать такое-то изделие тому-то, и приедут люди. Забастовочный комитет принимает решение вот в этот день работу на таком-то участке остановить. И это, так сказать, выступает как новый график забастовки на период до отмены, как пока не поступит новая информация о том, как будет проходить забастовку. Во время забастовки все вопросы решает забастовочный комитет, но как он решает? У ведмов каждый раз за три дня. То есть он как бы очень вежливо это делает. Вы уже за три дня знаете, что работы не будет там, где вы наметили. Не будет. Извините, пожалуйста. Мы ничего плохого не делаем. У нас забастовка. А кто не участвует в забастовке, тот штрихбрейхер. Правильно? Как поступать со штрихбрейхерами? Строгу по закону. А как по закону? Пальцами трогать. Пальцами не трогать. Вот вышло пять человек перед тем, кто идет, и поговорили с ним. Он все понял и ушел. А трогать пальцем нельзя. А зачем пока не трогать? Ну а у нас ведь как курс называется? Социальные трудовые конфликты и технологии их регулярные. Конфликты. А мы рассматривали все время только один конфликт. Значит, мы рассматривали этот один конфликт как типичный. Как некое всеобщее в единственном проявлении. Правильно? То есть если у меня есть антоновка, яблоко, экземпляр. Ну у меня яблоки есть, яблоко есть у меня. Не только же антоновка у меня есть у меня, а яблоко есть. Правильно? Если я имею конкретное, единичное, значит, я имею и всеобщее яблоко. Если я знаю, как организовывается взбастовка одна, значит, я знаю, как взбастовки организовываются в целом. А если вот к такой деятельности и к такому разрешению конфликтов перейдут многие предприятия, а многие предприятия, наоборот, в наше время, о чем я и должен доложить, утратили эту способность. Скажем, товарищи докеры и диспетчеры этим вовсю пользовались. Некоторые другие доказывали, что это невозможно пройти процедуру. Но это трудно, конечно, трудно. Кто не пользовался, таких предприятий уже нету. А кто пользуется, они есть и процветают. Потому что людям не платят зарплату, они уходят, потом не хватает людей, потом не выполнить заказы, потом заказы эти не дают и разоряются эти самые капиталисты, которые обещали, что этот мелкий бизнес будет процветать, средний бизнес будет процветать. Как у нас дела с процветанием мелкого и среднего бизнеса? Дела обстоят так, что вот постоянно наше руководство говорит о поддержке мелкого бизнеса. При этом мы наблюдаем, как вот здесь разрезали ларьки при Матвиенко. Как в Москве недавно перерезали все ларьки около станции метро. Хотя там были оформлены бумаги о том, что у них и собственность там есть. И участок оформлен, на котором стоят эти ларьки, все это убрали. Ну а итог-то какой? Или там, скажем, товарищ Медведев выступал, что мы должны поддерживать мелкий бизнес. С одной стороны, с другой стороны, ну если сейчас мы не создадим корпорацию двигателя строения, у нас не будет двигателя для наших кораблей, не будет двигателя для самолетов, не будет двигателя для вертолетов. И говоря все время о поддержке мелкого бизнеса, пришли мы к какому выводу, к какому результату? Что на сегодняшний день 70% ВВП России создается на государственных предприятиях. И 500 предприятий, крупных предприятий, вырабатывают значительно больше продукции, чем все остальные миллионы. Потому что всяких живопырок, которые называются ООО или ТООО, или еще есть, вы наверное не знаете, но если почитаете гражданский кодекс, какие бывают форумы, какие предполагаются форумы, у нас есть, например, товарищество на вере. Сколько народу у нас обманули, а вот кто-то хочет создать товарищество на вере. И там в этом товарищество на вере, или по-другому называется оно командитное товарищество, есть полные товарищи, вы не подойдете под этот критерий, под полные. Но называется так, полные товарищи и не полные. И есть работники у них, то есть это понятно, что за такое это товарищество. Там никакого равенства среди товарищей-то нет. Но я ни одного такого товарища в живом виде товарищества не встречал, а в законе есть. И вот меняют, то оно ООО, то же самое даже докерское вот это предприятие, потом ООО. Нет, было ПАО, публичное акционерное общество. Вы это представляете, что такое? Это значит все документы надо сейчас перешерстить и все поменять. Ну вроде того, как меняли милицию на полицию. Как вы думаете, что нужно сделать? Все, на всех зданиях, на всех учреждениях, которые относятся к милиции, везде поставить полиция. Все это содрать, а все это заказать и повесить. Ну естественно, машина, если бы была написана милиция, что она теперь должна быть написана? Полиция. Полицаем его пишем. Причем объяснял председатель совета министров, наш председатель правительства Медведев, который видимо не очень знает. Он у нас на юридическом же учился, не знает истории. Говорит, вот у нас в советское время, да и после Октябрьской революции образовалась милиция. Ничего подобного, можете проверить. Милиция у нас образовалась после буржуазной февральской революции. И был уничтожен корпус жандармерии, и вместо полиции создали народную милицию. А чем милиция отличается от полиции, знаете, нет? Или это просто разные слова? Как вы думаете? Смысл милиции в чем? Никогда не задумывались? Милиция – это буржуальный народ, так по определению. То есть это люди охраняют сами себя, то есть есть люди. Вот скажем, в Чехословакии была рабочая милиция в 1948 году. На заводах у рабочих были шкафчики, и в этих шкафчиках оружие. Если что, они по призыву соответствующих органов выходят на улицу, и тогда нет никакой стрельбы. Стабилизирует ситуацию. И так была мирная революция в Чехословакии в 1948 году. А полиция? А полиция, она должна охранять не народ, а буржуазию. Ну вот и в этом и разница. Так. Так вот, представим себе, что у нас таких забастовок и таких конфликтов позитивного плана. Позитивного, потому что люди борются за улучшение своей жизни. Это плохо или хорошо? Вот если вы боретесь за улучшение своей жизни, как я должен к этому отнестись? Я вас должен уважать или презирать? Если вы в ужасе говорите, все, все пропало, ничего не получается, у меня все плохо, все. Но этих людей жалеют. Жалость это же такое чувство унижающее, не возвышающее, правда? Но если маленькие дети плачут, это жалко их. А когда вот большие плачут, особенно мужчины, ну это уже совсем через край. Вся страна у нас сейчас плачет. А в чем этот плач выражается? Мы протестуем. Давайте я вас отберу, вот ваши тетрадки, я скажу. Я протестую, Михаил Васильевич, что вы меня отобрали тетрадку. Да я ручку еще отберу. Опять будете протестовать. Давайте я вот вас в сумку сейчас отниму. Вы тоже скажете, я против. И что? Так я все отнимаю, а вы все против, да против. У вас какие-то требования ко мне есть? Нет? Я у вас же сейчас руководитель, можно сказать, на короткое время. Еще на неделю. Но для тех, кто не задерживается там побольше. Какие-то требования есть? Требования должны быть совершенно какие-то объективные, связанные с прогрессом, с развитием страны, человека. Или страна, что у нас, Россия, это березки. А я думал, что это люди, которые под березками этими ходят, сидят. Или долины, рощи. Или все-таки это люди. Прежде всего. Так это люди. Люди будут лучше жить. Лучше жить. Поэтому эти люди не ставят себе задачу улучшения жизни. А кто ставит задачу улучшения? Ну сейчас все убедились во время пенсионного конфликта, но мы с этого начали. Что совершенно не ставится задача улучшения жизни, а ставится задача ухудшения жизни. У кого? У вас. Причем вроде как меня-то это и не затрагивает. Потому что кто не будет получать пенсию пять лет лишних? Вы. Пять на четырнадцать. По четырнадцать тысяч. Восемьсот сорок рублей. Вот у вас лично отняли. Восемьсот сорок тысяч. А? Восемьсот сорок тысяч. Да. Не, ну у кого лишние восемьсот сорок тысяч? Пожалуйста, можете отдать. Хорошо. То есть взяли и отдали. То есть как тут в этой ситуации действовать? В этой ситуации никто не запрещает. Пожалуйста, работайте теперь меньше. И будете вроде на работе дольше. Разве плохо, когда вы будете здоровы и хорошо будете получать. И будете дольше находиться на работе. Позже больше будете жить и больше будете работать. У вас трудовая жизнь будет продолжительная. Это же хорошо. Потому что человек выполняет свою общественную функцию. Выступает именно как человек. Поэтому ничего плохого в этом нет. Дескать, на пенсию уходите. Заслуженный отдых. И дескать, дальше у вас дорога одна. Умирает. Поэтому, если трудящиеся добьются шестичасового рабочего дня, умножат и получается, что при шестичасовом рабочем дне будут работать, на работе находиться будут не больше, чем находились до этого времени. То есть, не ухудшится жизнь в этом случае. Не ухудшится. Не из-за того люди возмущены тем увеличением пенсионного возраста, что они не хотят работать. Они не могут работать. Почему? Потому что мы уже знаем, и есть статистика, и есть данные все, что 20% женщин не доживает до своей пенсии. Вот она экономия-то. И, соответственно, 10 не доживает сейчас, и 20% мужчин. А так, 20% женщин не будет дорвать, и 40% мужчин. Вот еще экономия. Это кроме того, чем я говорил, еще какая экономия. Эти денежки, они поступают в пенсионные фонды. А потом вы видите, как из пенсионных фондов делаются всякие там перечисления, в негосударственные пенсионные фонды и так далее. То есть, с ними оперируют, как будто бы это капитал какой-то, чей-то. Капитал, не принадлежащий пенсионерам. Как будто не пенсионеры это заработали, а заработали кто-то остальные. Хотя тут совершенно понятно, что это солидарные пенсии. Молодые поколения потом содержат тех, кто их содержал, когда они были совсем молодыми детьми. То есть, вот если таких конфликтов будет много, смысл которых не в том, чтобы был конфликт, а в результате конфликта. Правильно? Потому что конфликт должен идти за прогресс, за коллективные договора, которые улучшают жизнь работников. А с улучшением жизни работников ухудшится у нас производство или нет? Скажите, пожалуйста, у нас вот темпы роста производства были больше тогда, когда производство заботилось о работнике, или тогда, когда оно не заботится. У нас самые высокие росты производства были в 50-х годах. 10% только производительность труда росло. Естественно, когда вы знаете, что у вас детские сады есть, ясли есть, столовые есть, цены снижаются, зарплата повышается. Только работаем. На работе условия труда улучшаются. А сейчас делаются попытки в плане внедрения этой новой системы специальной оценки условий труда заплатить лицензированной организации, чтобы она доказала, что у вас отличные условия труда. А раз отличные, значит, надо все эти льготы вам повредать. И дополнительные дни отдыха отобрать. Это же делается, вот сейчас и видно, невооруженным глазом. То есть, если до этого был разговор о том, что мы улучшаем жизнь, то тут, так сказать, цинично. В данном случае, те бургазные партии, которые это делают, они это реализовали. Ну, а если представим себе, благодаря вашей светлой деятельности, как конфликтологов, этот процесс будет развиваться. А мы говорим о том, что это вот жизнь могут улучшить. Трудящимся, сами трудящиеся. Освобождение рабочего класса я сделал рук кого? Рабочего класса. И вот если рабочий класс задачу будет решать, то будет много таких забастовочных комитетов. А эти забастовочные комитеты, когда их много, я думаю, поскольку у них задачи, как вы видите, наверное, из анализа коллективного договора, это ясно, что у них очень близкие задачи. Везде это одни и те же больные вопросы. Улучшение условий труда. Предоставление дополнительных дней к отпуску. Сокращение рабочего времени. Повышение реального содержания зарплаты. Обеспечение необходимыми местами в детских садах, яслях, в спортивных учреждениях и так далее. В школах, чтобы можно было спокойно быть уверенным, что дети ваши пойдут в школу. А сейчас уже и не уверены, дескать, вам будут какие-нибудь такие тесты для этих детей, что эти дети эти тесты не смогут реализовать. Хотя я, например, научился читать сам, не в школе, но тогда, когда я пошел в школу, ни от кого не требовалось уметь читать. Это очень быстрый процесс, очень быстро. Особенно люди погуляли хорошо в детстве, и они поэтому спокойно и хорошо учились. Незамученные такие были. Иногда смотришь на студентов, как жалко, как их мучают все. Я все время вспоминаю стихи, такие были студенческие, я вам уже цитировал. Кто не был студентом, тому не понять, как хочется кушать, как хочется спать. Ну так, кто будет улучшать жизнь? Вот между собой забастовочные комитеты договариваются о том, чтобы каждый забастовочный комитет выделил своего представителя и собирается тогда Совет Забастовочных Комитетов. Короче, что такое Совет Забастовочных Комитетов, это что короче? Вот он будет вырабатывать общую стратегию борьбы за общее улучшение условий жизни. Не только своего завода, работников своего завода, своего предприятия, но и всех. Как называется? Что это за орган? Совет Забастовочных Комитетов. Короче, ну сейчас уж как молодежь говорит, короче. Все время говорят короче. Короче, это будет Совет. Вот так именно были созданы Советы в России. Это величайшее открытие рабочего класса мирового. Произошло в России. Когда? Да. Тут однажды, я вижу, продают в простыне под одеяльники наволочки из Иваново. Молодые ребята такие. Ой, говорю, вы из Иваново. А вы хоть знаете, что там в Иванове это было? В 1905 году. А что? Не знаю. В 1905 году в Иваново были созданы первые в мире Советы. И эти Советы распространились и были в 37 городах. В том числе и в Петербурге был Петербургский Совет. Я однажды шел в дом Плеханова. У меня там была встреча с директором этого дома. Это четвертая Красноармейская улица. Вот я на него захожу с московского просвета. А первый дом на нем висит табличка, что здесь в 1905 году проходило заседание Петербургского Совета рабочих депутатов, на котором выступал Ленин. То есть про Советы никто не может сказать, что это придумал какой-нибудь вождь или теоретик, или кто. Теперь это было первое, так сказать, пришествие Советов. Но это было громкое пришествие, потому что Московский Совет рабочих организовал вооруженное восстание в городе Москва с требованием ликвидировать самодержавие и установить республику. То есть он боролся за буржуазные цели и интересы. Некоторые буржаи ему очень помогали. В частности, был такой мебельный фабрикант Шмидт. Он вооружил всю свою фабрику и еще деньги дал большевикам, через Горького передал. И вот были очень сильные бои в Москве, после которых какой результат был? Был. А что произошло после этого? После вооруженного восстания в городе Москва? Это конфликт? Конфликт за что? За то, чтобы власть становилась демократической. И была создана указом царя Былогинская дума. Чтобы был такой указ царя, потребовалось вооруженное восстание. Но его могли сделать советы. Но это было, так сказать, как всегда в начале все это трудно проходит. А вот когда в семнадцатом году эти советы повсюду распространились, они ведь появились сначала в буржуазном виде, и в них в подавляющем большинстве везде продали буржуазные и мелкобуржуазные партии. И вот у нас первый съезд советов проходил в нашем теперь университетском здании угловом. Вы можете там посмотреть, и доска висит. Но когда наступило время второго съезда совета, это было после того, как совет Петроградский организовал защиту временного правительства от кого? От Корнилова. Причем матросы с Авроры защищали земний дворец. И это было летом. Соответственно, когда задача поставлена была уже другой, Петроградский совет был большевистским, войска Северного фронта большевистские, Петроградский совет, соответствующий совет Северного фронта был тоже большевистским. Ну, на стороне временного правительства никого не осталось, кроме женского батальона и юнкеров. И после этого практически без жертв произошла Октябрьская революция. А в чем смысл революции? В революции тоже ведь конфликт, правильно? Это же тоже переход от всяких убеждений, рассуждений, разговоров к действиям. Этот конфликт состоял в том, что власть перешла в руки второго съезда советов. И второй съезда советов утвердила советское правительство во главе с Лениным. После этого власть новая удовлетворила те требования, которые старая не могла удовлетворить. Поэтому смысл забастовочной борьбы в частности и в том, что они, как бы вот эти все забастовки дают понять правящему классу, что если вы не удовлетворите эти требования, то эти требования будут удовлетворять класс другой и другая власть. Причем эта власть, вот такого мирного перехода власти нету, никогда и не было ни в одной стране мира, нигде. Хоть Парижскую комоду вы возьмите, где там зонтиками потом выкалывали глаза коммунарам. Хоть вы возьмете там, так сказать, другие революции буржуазные страшные там, скажем, в том же Париже, когда изобрели гильотину, и поскольку там трудно, наверное, тяжело руками отрубать головы, то их с помощью гильотины отрубали тем, кто был врагом французской буржуазной революции. И вот такие люди, как Марат и Робисперы прославились, как люди, которые беспощадно относились к буржуазной реакции, вот тем, кто... Те дальние реакции, или то есть реакции, которые являются реакционными по отношению к буржуазии. Ну, память о них потихонечку стирается, потому что, значит, наш бывший губернатор, может, поэтому он и бывший, вот, он решил переименовать набережную Робисперы в Воскресенскую, потому что там, видите ли, церковь была в Воскресенской. Он любил, он крестные ходы в рабочее время, прямо чтобы по Невскому шли в рабочий день. Как вот этим занимается? Хотя, что сделала буржуазия прогрессивной во время Великой Французской буржуазной революции? Она отделила школу от церкви, и церковь от государства. Ну, там есть, это дело Богово, а это дело государственное, это разные дела, и не надо их смешивать. Божий дарь – это яичницы. Ну, сейчас, правда, тоже любят ходить еще вот, подсвечники держать. Поэтому тех, кто стоит из деятелей государственных в церкви, так и называют подсвечники. Потому что вы можете поверить, чтобы человек пятьдесят лет был неверующим и вдруг поверил, вдруг уверовал. Потом ходить надо, тогда бегать вообще по всем церквам, у нас же много всяких конфессий, да? Надо не забыть сходить к татарам, туда, к исламистам. Потом надо сходить, конечно, к представителям древней еврейской религии тоже туда. У нас есть соответствующее учреждение там, не так далеко от театральной площади. Не забудьте только себе сюда что-то накрыть, в крайнем случае носовой платок положить и так далее. Ходите, пожалуйста. Вообще, бросим всякие государственные дела, только и ходите. А как вы понимаете, помирить различные конфессии очень тяжело. Почему? Потому что если у меня один Бог, а у вас другой Бог, мы будем насмерть с вами бороться. Потому что наш Бог настоящий истинный, а ваш неправильный Бог. Поэтому всегда атеисты, они подвергаются меньшему гонению со стороны верующих там или со стороны церковников, чем представители других религий. Самые страшные войны религиозные. Ну вот те же самые матросы, которые охраняли Зимний дворец тогда, они разбили стекло и сбоку зашли спокойно и арестовали Временное правительство. А потом всех отпустили через три дня, под честное слово, что они не будут бороться против советской власти. Почему? Потому что советская власть это первая власть большинства. У нас вот все те люди, которые бастуют, это же большинство на заводе, а один человек, собственник завода, это же меньшинство. И генеральный директор, который его представляет, тоже меньшинство. И вот наконец, вместо того, чтобы требовать все время от того, кто захватил народные богатства, по сегодняшним самым современным данным, за первый час рабочий создает продукт эквивалентный в своей зарплате, а остальные семь часов работает не на дядю, а на хозяина средств производства. Хотя уже у нас вот в разговорах во время забастовки в порту с представителями работодателя был такой разговор, что давайте, вы же, кто создает весь продукт? Весь продукт создает рабочий. У вас средства производства, но не вы же их создавали, это тоже рабочие создавали. Ну ладно, раз вы их как-то захватили, давайте в аренду нам средства производства. Сколько стоят ваши средства производства на год? А прибыль забираем мы себе. Почему вы это забираете? Прибыль за какое вам отношение? Вот аренда, мы у вас арендуем. Платим вам арендную плату за эти самые средства производства. Но, конечно, не всю прибыль, а прибыль в основном забираем мы. Какое вы отношение имеете к прибыли? Мы же создаем все. Сейчас некоторые гордятся, что они из трудящихся приближают зарплату к стоимости рабочей силы. И что, когда вы приближаете зарплату к стоимости рабочей силы, и будет она 200, допустим, тысяч. Что, это не будет прибавочной стоимостью, а прибавочная стоимость то создает. Вы от нее отказываетесь. Если вы создали прибавочную стоимость, вы ее дарите мне. Спасибо большое за такой подарок. Я вот предлагал многим товарищам, которые ведут переговоры. Я говорю, вы хоть бы так для начала разговора во время переговоров поставили вопрос, мы с вами кто? Партнеры. Там в самом начале трудового кодекса записано отношение социального партнера. Если мы с вами партнеры, как надо поделить прибыль? Скажите, пожалуйста. Как-то напрашивается пополам, да? Пополам, конечно, очень невыгодно, получается, для работников. Почему? С одной стороны, один собственник предприятия, допустим, Мельниченко, как он собственник Невиномысского азота, вот он сейчас получает 24 миллиарда, а на зарплату уходит всех работников миллиард. В 24 раза больше. А пополам если? Значит, 12 миллиардов, прибыль пополам, 12 миллиардов делим, получают работники, а 12 миллиардов получает Мельниченко, хозяин. А эти 12 миллиардов надо разделить на, по крайней мере, там несколько тысяч работников. То есть уже будет не миллиарды, а сотни только миллионов, если поделишь. Поэтому, вот вопрос о справедливом распределении, он тоже решается соответствующими советами. Почему? Советская власть, власть большинства. Ну, а что касается, скажем, того, что последовало после, а последовало следующее. Если я взял власть, а у вас отобрал. Кто теперь заинтересован в гражданской войне? Зачем гражданская война? Власть у меня. Я полицию делаю или милицию, чтобы, так сказать, следить за порядком. Если что, у вас что-то не так вы сделали, то и накажем. А вам не нравится, что власть у меня? Вы хотите у меня ее отобрать. Почему? А потому что вы привыкли быть при власти. Все время она у вас была. И теперь вдруг она исчезла. Поэтому, некоторые граждане, такие как Краснов, которые пообещали, что они не будут бороться с советской властью, под честное слово офицера. Поехали на Дона и стали поднимать, создавать Белую гвардию. И развязали гражданскую войну. Как поступают с теми, кто нарушил слово офицера? Ну, ясное дело. Так просто ему не обойдется. И не обошлось. В конце Великой Отечественной войны Краснова поймали и повесили. Потому что не надо нарушать слово офицера. Согласны, что не надо нарушать слово? Или не давайте, или не нарушайте. Считайте, что он сам себя повесил. Времена были суровые. И меры были суровые. У нас тоже вот вешали в Ленинграде, знаете, нет? На площади Калинина повесили фашистских преступников. Стояли грузовики, на них были виселись и повесили их. На Дедане. На память. Вот сейчас некоторые возмущаются. Зачем, говорит, у нас будет парад? Ну а кто освободил-то от блокады Ленинград? Вот у меня, например, мать была здесь в блокаду почти всю. Рассказывала, что кошку домой принесла. А вечером пришла. Извини, Поля, мы кошку съели. Кто спас ленинградцев от блокады? Сами блокадники, что ли? Они участвовали там, работали, заводы, предприятия. Ходили пешком на работу. Три часа туда, три часа обратно. А кто спас? Красная Армия. Ну так Красная Армия, если будет сделать парад, уже хорошо. Как-то вот некому не нравится, понимаешь, эта Красная Армия. Ну ладно, переименовали в советскую, тоже неплохо звучит. Вообще-то воевала Красная Армия. Так, если будет точно. В Израиле памятник Красной Армии стоит. Ну это тоже понятно. Ну кто спас евреев от этого уничтожения? Красная Армия. Ну кто освобождал эти самые концлагеря? А у нас все возвеличивают жертвы, а не тех, кто эти жертвы защищал и спасал от дальнейших жертв. Так что вот если мы дальше будем думать в этом направлении и о значении вообще социально-трудовых конфликтов, надо понимать, что социально-трудовые конфликты, будучи экономическими по своей природе, когда они берутся в масштабе общества и когда они берутся в согласии с логикой их развития, они могут привести к смене государственного строя. Но это дело сугубо трудящихся. Трудящиеся, если они хотят, устраивают их настоящие строя, ну пусть и живут при настоящем. Не устраивают, так это надо не орать и не кричать на митингах просто. А надо заниматься организацией борьбы в трудовых коллективах. Потому что, если есть организации трудовых коллективов, то есть борьба трудящихся. А иначе будут крики всяких болтунов, так сказать, политических поясов, которые на такой политической арене выступают и все. А за этим нет ничего серьезного. Вот так обстоит дело, поэтому то, чем мы с вами занимались, это очень серьезное, глубокое дело, интересное и содержательное. А насколько вы усвоили, это будет выяснено через неделю. Значит, каждый пишет одну страничку и подходит ко мне. А я смотрю, можно им поставить зачет или нет. С учетом сделанных докладов, конечно. Вопрос есть? Нету. Спасибо за внимание. До встречи на зачете. Зачет здесь же, в это же время. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Я васilateral. Существует, у меня. Вопрос есть. Вопрос. Уже каждого дискетчика и так сказать. Их дорогу. Установка. Продолжение следует...